Добрый день, поступил вопрос. Мужчина 33 года, получил образование, работал на разных позициях в банках, с хорошей оплатой, с хорошим должностным ростом. Все более или менее нормально. Регулярно употребляет алкоголь, эпизодически крепкие пиво регулярно. 16-20 лет был опыт употребления наркотиков, но не далее того. 17. Жалобы в порядке значимости. Эпохондрические жалобы, поиск у себя тяжелых неврологических заболеваний, фобия БАС, прихождение осмотров у неврологов, прохождение исследования на МГ, МРТ и т.п. в связи с фастикуляциями мышц и ухудшением речи. 18. Остения, постоянная разбитость, усталость, сонливость, раздражительность, снижение когнитивных способностей на работе. 19. В целом, тревожно-депрессивное состояние, легкая дезадаптация в обществе на работе. 20. Деловые коммуникации поддерживают, в свободных отношениях мало. 21. Проблемы в психоэмоциональной сфере. 21. Первый период эпизода ипохондрия случился в 2018 году. 21. Прием в течение трех месяцев паксила и в течение одного месяца тараледжена на ночь. 22. Далее, я так понимаю, что было некоторое улучшение. 23. Далее, после возобновления дискомфорта и тревоги повторный полугодичный курс паксила. 24. На фоне приема тревога была меньше, настроение в целом намного стабильнее было. 25. Сейчас иногда ситуационно принимаю фенозепам. 26. Вопрос. Может ли ухудшаться речь на фоне невростеноподобных состояний? 26. Хронический стресс, невроз. 27. Несодержательная составляющая, а именно произносительная, как написал автор письма. 27. Четкость, дикция, эмоциональная окраска, ударение, дыхание. 28. Может ли остынея быть чисто психогенной при отсутствии найденных соматических заболеваний? 29. Да, оба вопроса. Да, вполне может. 30. То есть и то, что касается изменения дикции на фоне того или иного невротического состояния, это совершенно четко. 30. Собственно, даже в описании депрессии то же самое говорится о тихой, невнятной, монотонной речи. 31. Безусловно, и остынеем, и тревожное, и депрессивное состояние могут влиять на громкость, четкость, дикцию, эмоциональную окраску, само собой, ударение дыхания и так далее. 31. То есть это да, это безусловно возможно. 32. И по второму вопросу, может ли быть остынея чисто психогенной? 33. Да, вполне может быть. 34. Собственно говоря, когда мы говорим об остынеи вследствие какой-то соматической патологии, не совсем корректно использовать термин остынея. 34. То есть тогда надо говорить о том, что ее вызвало эндокринопатия, либо какое-то системное заболевание, либо еще что-то. 34. Конечно, используется в описании термин остынический или остыноневротический синдром, но это не совсем корректно. 35. Если речь идет о органическом поражении головного мозга, правильнее говорить не об остыне, а об церебра остынеи. 36. То есть остынея изначально, чистая остынея, это именно психоэмоциональное состояние, которое никак не имеет в своем составе обязательной соматической, либо органической патологии головного мозга. 36. Поэтому в вашей ситуации, я думаю, что разумно придерживаться приблизительно того направления терапии, в котором вы двигаетесь, двигались, двигаетесь. 36. Что я бы сказал по терапии. 37. В принципе, да, проксетин, паксил, как антидепрессант, в принципе, вполне может быть использован, поскольку присутствует вот этот вот идиаторный эпохондрический компонент. 37. Соответственно, элементы обсессии тоже наверняка есть. 37. И здесь проксетин действительно является одним из антидепрессантов выбора, поскольку, в общем-то, один из немногих имеет своих показаний, в том числе и обсессию. 38. Меня несколько смущает продолжительность терапии. Понимаете, как правило, эпохондрические идеи лечатся очень плохо. 38. Если они еще и сочетаются с депрессией, с тревогой, с остыней, да, вот, то, как правило, продолжительность терапии составляет от года и дольше. 39. Ну, 3 месяца приема паксила – это совершенно очевидно недостаточная терапия. Это просто без обсуждения. То есть, это даже ниже абсолютного минимума, который возможен при отсутствии, собственно, нозологической единицы, а чисто при синдромальном лечении. Вот. А второй курс полгода – это минимально возможный курс антидепрессанта – 6 месяцев. То есть, это минимально возможный курс. С учетом того, какую проблему вы имеете, я бы в вашей ситуации рассматривал гораздо более продолжительную терапию, то есть, сроком, как я сказал, от одного года. Опять же, сошлюсь на недавнее британское исследование, что продолжительность терапии антидепрессантами, напрямую эффективность, стабильность эффекта при терапии антидепрессантами напрямую зависит от ее продолжительности. То есть, терапия продолжительностью более трех лет однозначно эффективнее продолжительности один год. Ну, не всегда обязательно нужно принимать такие длительные курсы терапии антидепрессантами, но, тем не менее, тем не менее, в конкретно вашей ситуации, с учетом наличия эпохондрических идей, которые, в принципе, повторюсь, достаточно стойкие по отношению к терапии, как правило, Конечно, полгода или уж тем более три месяца – это совершенно недостаточно. Надо ли добавлять что-то к антидепрессанту, да, то есть, надо ли рассматривать противотревожные препараты на постоянной основе, надо ли рассматривать, может быть, нейролептики. Ну, насчет нейролептиков не уверен, с вашей работой вам будет просто тяжело функционировать. Вот, а какой-то противотревожный препарат дневного типа действия, да, вроде как спетамин, допустим, вот, в принципе, наверное, можно было бы рассмотреть, кстати, спетамин с парокситином очень неплохо сочетаются. Поэтому вот в таком направлении я бы, наверное, подумал. Естественно, все это надо делать по согласованию с лечащим врачом. Если информация оказалась вам полезной, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Дополнительную информацию вы можете найти на нашем сайте mednauka.net и на нашем канале на портале youtube.com. Всего вам хорошего. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok